Нет, ребята, я буду бороться за чистоту теплообменника котла. Мы получаем длительность, мы реже подходим к котлу, мы получаем быстрый старт, это тоже деньги в эффективности. Самое главное, если не брать во внимание деньги, мы получаем комфорт. Здравствуйте, дорогие друзья, зрители канала Форнакс Филм. Сегодня мы будем обсуждать такую интересную штуку, как тумбосет. Цель, в общем-то, доказать, что сам по себе котел твердотопливный, он менее эффективный, чем котел твердотопливный вместе с вентилятором, с контроллером, ну и, так скажем, экономичнее для каждого человека, который пользуется котлом. Ну, первоначально наш комплект Турбосет состоит из нескольких частей. Это контроллер, это вентилятор, это специальный адаптер для каких-либо котлов и комплект датчиков и гильза, которая помогает устанавливать в место, где должен быть регулятор тяги. Чтобы понять, как работает данная схема, проще всего опять вспомнить, что такое огонь и, в общем-то, что может помочь эффективности горения. Мы говорили о том, что твердое топливо особо не горит. Его нужно превратить сначала в газ, затратить, как говорят теоретики, чуть ли не 11% мощности. А если мы представим, ну, символично какое-то полено, мы нагреваем его сначала, процесс нагрева идет до 200 градусов, начинается процесс перехода твердого агрегатного состояния в газообразное. Но сам процесс горения, та эндотермическая реакция, она начинается при температуре 700. И вот эти самые 200-700 градусов, котел стандартный, неважно, уголь бурый, каменный, на дровах чуть-чуть быстрее, ну, где-то порядка 40 минут идет процесс, просто топливо тает, топливо превращается в газ и улетает в трубу, но реакции горения нет. 40 минут можно превратить в 5, то есть в 8 раз быстрее, мощный вентилятор справляется с этой задачей. Либо труба должна тянуть что-то, аэродинамика трубы, конечно, слабее, чем вентилятор такой мощный, особенно в межсезонье. То есть первый плюс использования, это лишних там 30-40 минут, особенно на больших котлах, там может и до часа доходить подобные процессы, растопки, выхода на режим, правильнее сказать, вентилятор будет ускорять этот процесс. Это первый большой плюс, который можно монетизировать в деньги. Мы не теряем газы, мы их сжигаем. Второй положительный момент, это, ну, фактически работа контроллера сравнивается с обычным регулятором тяги. Регулятор тяги настраивается, как мы помним, минимум зазор должен настроен быть 2 мм, то есть воздух должен всегда поступать в топ. Если мы закроем на час заслонку воздушную, а потом дадим поработать регулятору тяги, аэродинамики трубы не хватит пропустить через топку такой объем воздуха, чтобы из искры опять восстановить план. И котел просто затухнет. Не очень хорошо. Если работает контроллер и мощный вентилятор, то тогда мы можем на час, на полтора часа в межсезонье, когда не нужна энергия постоянно, мы нагрели, остановили процесс, клапан закрылся, и он может стоять в паузе, пока не остынет система. Система остывает, проходит, ну, реально час, полчаса, полтора часа, опять из искры горит нормальный огонь. Поэтому паузы могут быть больше, они могут быть чаще, и опять-таки в этот момент мы получаем длительность работы дольше на одной загрузке. В обычное время уголь может гореть в подобных котлах там 10-12 часов, с турбосетом этот процесс увеличивается на 70%, то есть не 10 часов, а 17 часов. Чем больше котел, тем больше разницы. Это вечная мечта любого владельца, как можно реже подходить к простому притвору. Третий большой плюс, который может реализовать, или можно реализовать с помощью турбосета, это, конечно, с помощью контроллера управлять насосом. То есть контроллер управляет насосом отопления и насосом горячего водоснабжения. Но в данном случае нам интересует первый насос. Значит, проблема в выделении конденсатора из химии, которая существует. То есть конденсат – это влага, которая приходит в воздух, с воздухом, который заходит для горения. Конденсат – это влага, которая испаряется из топлива. Фактически эта вода остается, она не горит. И она осаждается на стенках котла. Больше того, химний дожог, то есть химия – тот газ, который не весь может сгореть, и он существует, который не сгорает, который горит при более высоких температурах, соединяясь с водой, появляется смола, появляется сажа жирная. При всем, при том, что это еще и очень опасные для металла, это все равно серные кислоты, азотные кислоты, составляющие этих кислот. Если все-таки посмотреть, как образуется вот эта самая смола из конденсата и не сгоревшего газа, механика очень простая. Есть стенка, миллиметр смолы, сажи – это минус 15% КПД. 2 мм – минус 30%. 3 мм – минус 45% КПД. И, мягко говоря, то, что пишет производитель в своем паспорте, становится близко к обычной буржуйке или русской каменной печке. Поэтому вот эта шуба из 3 мм или большего количества просто не дает впитывать нормальную энергию, энергия просто улетает в трубу с тепловыми потоками. Что делает наш контроллер? Он управляет насосом. То бишь мы настраиваем включение основного насоса, даже в самой простой схеме, когда один насос, чуть ли не однотрубная система, мы настраиваем на включение насоса, к примеру, 60 градусов. То есть все знают, все пишут в паспортах, что до 60 градусов может выделяться конденсат, после 60 – его уже нет. Поэтому нагрелся котел за несколько минут, только сам себя нагрел. Затем включается насос. Насос отдал энергию, которую надо, топливо прогорело, котел чистый, остался очень небольшой объем топлива, но котел, контроллер, очень эгоистично начинает действовать. Он говорит, нет, ребята, я буду бороться за чистоту теплообменника котла. И он опять выключает насос. Остатки есть, он опять включит, опять отдаст. Поэтому вот это вот такая, может быть, лишняя работа, но она спасает большой чистотой как раз теплообменник. Это и эффективность, и это минус чистка. Минус чистка и эффективность. Эффективность можно оценить как минимум в 30%. И если говорить уже о монетизации какой-то вот этих затрат, которые мы сделали при покупке этого комплекта, на сегодняшний день это порядка 24 тысяч плюс-минус, в зависимости от модели котла. Дом, я могу чуть-чуть ошибиться, но в среднем, дом в 150 квадратных метров, если он топится дровами, я думаю, что 3 машины, тысяч по 15, запросто нужно за зиму сжечь. Соответственно, тысяч 15, даже пусть 10 мы сэкономим, за 2,5, за 3 года мы отбиваем стоимость полностью капиталовложений. Но мы до этого начинаем, если у нас есть косвенный водонагреватель, управлять вторым насосом, нагревом этого бака, и мы уже платим за киловатт энергии в горячую воду, которую вкладываем не по 3,5 рубля, а по 3,4, а дешевым видом твердого топлива, энергии твердого топлива. Мы получаем длительность, мы реже подходим к котлу, мы получаем быстрый старт, это тоже деньги в эффективности. И надо сказать, самое главное, если не брать во внимание деньги, мы получаем комфорт. Либо котел туда-сюда, туда-сюда с механическим регулятором, либо он держит с гистерезисом в 1-2 градуса, как на стройке. Итак, друзья, для тех, у кого остались вопросы по работе приставки Турбосет, я приглашаю зайти к нам на канал. Обязательно отыщите ролик, в котором мы подробно рассказывали об его устройстве и основах его работы. Будет интересно. Если останутся вопросы, обязательно задавайте их в комментариях либо в наших социальных сетях. Ну, а если вы желаете вживую познакомиться с этим устройством, приходите к нам в розничные магазины Форнакс. Будем рады. Ну что ж, Александр, спасибо большое. Было очень интересно и познавательное. Спасибо вам. До новых встреч. Счастливо. Счастливо. Счастливо.